Вязание на машинке Вязание такой юбки не так легко То есть оно не сложно Оно просто занимает очень много времени и сил За счет того, что мы должны убавить петли внутри полотна О чем я говорю Внизу наша юбка представляет из себя 160 петель Наверху наша юбка 60 петель То есть в процессе работы мы должны убрать 100 петель Но делать мы это будем не по бокам Потому что у нас получилась бы не равномерная юбка А юбка камбала А так, видите, с какой стороны я ее не возьму Она одинакова То есть у нас убавки идут внутри полотна В процессе вязания И если вы будете выполнять эти убавки Тем инструментом, который у вас есть в комплекте к машине Например, к сильверу прилагается максимальный декер в 3 иголки Вы будете это делать неделю То есть вы будете не очень радостно это делать Потому что бесконечно долго выполняются вот эти пересадки Стяжка полотна внутри Существует несколько вариантов ускорить этот процесс И помочь вам Это, конечно, трехугольный декер в комплекте Еще раз говорю, что это не лучший вариант Есть вариант получше Это десятиигольный декер Который тоже подходит к сильверу Купить его можно в разных местах Но в том числе заказать у нас на сайте Мы теперь занимаемся и такими декерами Можно воспользоваться самодельной конструкцией Это тоже большой декер В отличие от промышленного фирменного Который на 10 игол и не больше Этот может быть выполнен на абсолютно любое количество иголок В общем-то на любую машинку Поскольку мы его выполняем сами Под ваш заказ мы можем выполнить любой большой декер Для машин Нева То есть вот это все к сильверу Для машин Нева У них другое количество расстояния между иголками Есть вот такой декер на 20 игол Со съемной пластиной, с зажимом Очень удобно 20 иголок, зажали, сняли Полежала эта у вас конструкция Когда надо, надели То есть 20 игол с зажимом для машинки Нева И точно так же для машинки Нева Можно выполнить самодельный декер на любое количество игол Как пользоваться всеми этими конструкциями Я вам сейчас и покажу Ну давайте смотреть, чем же эти инструменты отличаются Итак, мне нужно сделать стяжку полотна Я буду делать с двух сторон два раза Как я должна делать? У меня чем больше ажуров, тем больше количества раз я должна делать стяжку То есть я должна закрыть вот эти вот отверстия, стянув полотно внутрь У меня трехугольный декер Я, естественно, как буду делать? Я начинаю с краев Начинаем с трехугольного декера Итак, у меня есть секундомер Старт И поехали Я должна сдвинуть вот таким вот хитрым способом все полотна Так, последнюю петлю сдвигать не буду Просто потому что иначе у меня изменится количество петель общая Ну и делаю несколько раз одну ту же операцию Это трехугольный декер Вот так вот я сдвигаю все в одну сторону Потом точно так же я буду сдвигать в другую сторону И смотрим, сколько времени у меня это занимает Так, для того, чтобы не делать потом дополнение Я вставляю просто по бокам два золчика Так, и еще разик Ну вот, два контура ажура Стяжка сделана Пауза Минута 48 Столько времени у меня занимает трехугольный декер Так, поднимаемся выше Сейчас будем использовать десятиигольный декер То же самое, на тех же самых местах ажуры Секундомер Секундомер Старт И поехали десятиигольным Все это гораздо быстрее происходит Тоже самое в эту сторону Тоже самое в эту сторону Раз Два Три Пауза 48 секунд Это мне на небольшом количестве На небольшом полотне Учитывая, что здесь я так и оставляла Ажуру, чтобы не менять количество петель Вот такое количество времени у меня уходит на десятиигольном декере Что я могу сказать Минута на четырех петелечках И на достаточно малом количестве полотна Представьте, что вам трехугольным декером надо тыкать полную машинку Потому что вы видели, что сдвижка идет постепенно С краев к серединке Мы сдвигаем, 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 сдвигаем То есть мы по одним и тем же петлям Должны несколько раз пройтись декером Это не самое лучшее обращение с пряжей Потому что чем больше мы эту петлю дергаем Тем она хуже себя ведет То есть мы истончаем нитку Портим ее Третье Оборудование, самодельный декер Так Для того, чтобы им пользоваться Нужно совершить несколько дополнительных движений Сейчас вам покажу Итак, старт Берем наш декер Надеваем его аккуратненько на иголки Вытаскиваем немножко вперед Каким-нибудь остреньким предметом, как линейка Закрываем Язычки И дальше Смотрите, мы должны Сбросить все петли на иголки большого декера За одно движение Если вы будете тянуть Вы можете потерять петли Итак, скинули Сдвигаем назад Наши иголки Ставим все в работу Проверяем язычки И делаем стяжечку Итак Вот До этой иголки мы Просто подвинули Петли Надели их Посмотрели, что наделись все петли Так Все петли, которые мне нужны Наделись И тихонечко Скидываем эти петли На Иголки машины Так Остальные Двигаем еще раз Надеваем на иглы Смотрим, что наделись остальные петли И Просто сбрасываем их назад Мы сдвинули на две петли Вот они То же самое делаем с этой стороны Выдвигаем в переднее положение Немножко Наши иголки Одним разом Надеваем всех На Иглу Так Закрываем язычки И Аккуратно Одним движением Сбрасываем их Петли На Иглы Нашего Самодельного Декера Снимаем его Поправляем Подвигаем Проверяем Узычки Надеваем И Скидываем одну часть Так Двигаем Надеваем вторую часть И Сдвигаем Две Иглы Стоп Так Две минуты Тридцать семь Секунд Дольше всего Получается Исключительно за счет того Что нам нужно Сейчас Отправлю Исключительно за счет того Что нам нужно Одну линдочку Взять вторую Поправить петельки Но У каждого из этих инструментов Есть свои плюсы И свои минусы Сейчас я С вам Об этом И Расскажу Так Чем Хорош Трехугольный декер Тем Что мы можем Хорошо контролировать Каждую петлю Три иглы Взяли Вы никак Их не потеряете Вы никуда Их не денете Три иглы Контролируются Отлично Легко выполнять Никакого напряжения Даже если Какой-то сложный узор Вы всегда Контролируете Движение Недостаток Очень много раз Нужно Передвигать Наше полотно Мы портим Нитку Потому что Несколько раз Подряд Ее Пересаживаем И Долго То есть Можно В процессе Вязания Потерять Уже Контроль Потому что Однотипная Операция Очень тяжела Я говорю Это не В теории Я знаю Как тяжело Девушкам Удаются Пересадки На Изделиях Например Таких Как Шапочка А шапочка Это не юбочка И то Это долго Десятиигольный Ну Промышленному Вообще Никаких Претензий Потому что Он четко Соответствует Размером Игл По Контролируемости Он ничуть Не уступает Трехугольному За счет Того Что он Длинный Он легко Снимает Эти петли И надевает То есть К этому Декеру У меня Никаких Претензий Нет Равно Как И К такому Для Невы То есть Это Промышленное Производство Единственное Что Этот Держать Немножко Неудобно Потому что У него Нет Такой Большой Ручки А так Вы Я не могу Здесь Показать Потому что Он не соответствует Размеру Это все таки Длинни То же самое В принципе Они Функцию Выполняют Одинаково Что касается Самодельного Декера По времени Он занял Больше всего Именно за счет Того Что мы Должны Постоянно Пользоваться С помогателем Инструмента Одной Линеечкой Второй Линеечкой Поднимателем Язычков Но При этом Во-первых Мы массово Переносим Петли При небольшом Навыке Вы очень ловко Научитесь Орудовать Таким инструментом И проблем Он у вас Вызывать Не будет Мы Не портим Нитку Почему Потому что Очень мягкие Кончики Они Не деформируют Они не могут Врезаться В нитку В отличие От тех же Профессиональных Декеров Которые Особенно на Неве Остренькие Краюшки Они могут Лохматить Нашу нитку Если постоянно Тыкать В одно и то же место Этот нитку Не лохматит И за счет То что мы Сразу переносим Большое количество Полотна Это делается За один раз То есть мы Не 15 раз Например Делаем сдвижку А 2 Экономия времени В итоге Получается все равно То есть на двух Петелечках Это не настолько Наглядно Как например На целом полотне Представьте Мы целое полотно За несколько раз Раздвигаем Нитка не лохматится Время экономится Это достоинства Недостатки Короткие иголочки В отличие от промышленного Которые легко проходят между колками Самодельные между колками Не помещаются никак За счет этого И приходится стягивать полотно Руками Для этого требуется навык Это минус Короткие иголочки Это тоже Такое Не могу сказать Что кардинальное Но Но это не достоинство Этого декера Достоинство В том Что он может быть Абсолютно любого размера Может быть 10 игольный Если у вас Например Как для Невы Вот есть на 20 игол Но их не так много То есть мы можем вам Предложить эти 20 игольные декеры Но их количество ограничено Вот количество этих декеров Не ограничено Вы можете точно такую же На 20 игол На 10 На 15 На какое угодно Количество игол Заказать Либо сделать самостоятельно И у вас всегда Под рукой будет Недорогое оборудование Которое можно использовать В любой момент Для переноса полотна Для создания узоров Для того Чтобы на какое-то время Оставить Вязание То есть вместо Бросовые нитки Можно использовать Этот же декер Можно использовать Как гартер бар Для переворота вязания Я вам В одном из видео Я это показывала И у нас это видео есть На канале Можно косы выполнять То есть Это конструкция Достаточно многогранная В умелых руках Но к ней требуется навык Поэтому смотрите Есть разные варианты Для того, чтобы делать Стяжку полотна Я вам предлагаю разные Выбирайте тот Который вам нужен Но Еще раз предупреждаю Что юбку Которую вы видели Связать трехугольным декером Будет очень долго Поэтому рекомендую Поэтому рекомендую вам Все-таки Обзавестись Дополнительным оборудованием И тогда вам Не только эта юбка Будет подвластна Но и много-много Других Таких вот Сложных Вещей Которые можно вязать На Вязание Если вам понравилось Нажмите нравится Поделитесь с друзьями Также подпишитесь На мой канал Что будет в курсе У всех обновлений И жду вас В нашей школе Машинного вязания Где мы обучаем Стремительному освоению Абсолютно любой Вязальной машинки С нуля Ваша Наталья Некрасова